Путин собирает саммит БРИКС, чтобы показать, что он не в изоляции, что он геополитический игрок, говорит наш президент Украины Зеленский. Как мы знаем, с завтрашнего дня по 24 октября в Казани будет проходить этот саммит. Игорь Александрович, кроме того, что сказал Зеленский, могут быть ещё какие-то скрытые цели и характер взаимодействия, сотрудничества тех, кто сейчас есть в составе БРИКС? Давайте некоторые точки на дыр оставим. БРИКС, безусловно, это некоторая экономическая альтернатива евроатлантической цивилизации в целом. Хотя тут чёткий водораздел поставить сложно, потому что та же самая Турция, которая в политическом отношении является частью этой цивилизации, поскольку она член блока НАТО, она подаёт заявку в БРИКС. То есть, ну, сразу надо подчеркнуть, что БРИКС – это не политическая организация, ну, а какие-то грёзы мечтания по поводу того, что БРИКС можно превратить в какой-то военно-политический союз, а именно этим грёзам периодически предаются обитатели российского телевизора, они 100% неосуществимы. То есть, мечты о том, чтобы каким-то образом на базе БРИКС возродить Варшавский договор в других границах, они, конечно, неосуществимы абсолютно, потому что в политическом отношении между странами БРИКС есть такие противоречия, которые просто так не преодолеваются. Ну, и главное – это отсутствие такого командира, ну, фактически диктатора, как Советский Союз, по сути дела, в Варшавский договор загонял силы. Там никто никого не спрашивал, там просто была оккупация. Здесь ничего похожего не происходит, поэтому ясно, что это не политический союз, тем более не военный. Ну, а что касается экономических интересов, то основным бенефициаром БРИКС является Китай. Просто совершенно безоговорочно. Просто вот это организация, которая создана под Китай. Путин здесь не является главным бенефициаром. Здесь, скорее, он каким-то образом тешит свои амбиции. Ну, такой БРИКС – это некоторый миф, некоторая, так сказать, потемкинская деревня для тех, кто не понимает, что происходит. Так что, ну, и, собственно говоря, сама эта конструкция – это площадка для каких-то экономических разговоров. Такой вот клуб, я бы сказал. И вот в этот клуб уже не очень спешит, например, принц Саудовской Аравии, который должен был быть одним из, по сути дела, главных игроков и главных участников. Вот он не приехал. Значит, есть, например, твердое заявление Такаева, президента Казахстана, о том, что Казахстан не собирается вступать в БРИКС. То есть, на самом деле, каких-то особых, каких-то больших успехов, которыми Путин мог бы поставить себя в заслугу, здесь нет. Ну, да, но БРИКС, безусловно, становится каким-то фактором попытки создать альтернативную Европейскому Союзу и вообще евроатлантической цивилизации какую-то коммуникацию. В этом смысле он существует. А что касается политических каких-то политических последствий этого явления, то БРИКС за собой не несет никакого политического веса. То есть, говорить о многополярности, опираясь на то, что вот есть БРИКС, не приходится. Именно многополярности в политическом смысле. В политическом смысле есть отдельные страны, которые действительно в какой-то степени противостоят евроатлантическому, евроатлантической цивилизации. Но БРИКС таковой силой, конечно, не является. Ну вот The Economist пишет, что Путин надеется, что ближайший саммит БРИКС провоцирует разрушение санкций и подрыв гегемонии доллара. На саммите БРИКС в Казани Путин надеется укрепить роль РФ, продвигая создание новой финансовой системы для обхода доминирования доллара и санкций. Планируется запуск моста БРИКС, цифровой платформы для трансграничных расчетов, управляемой центральными банками стран-участниц. Но и западные чиновники якобы обеспокоены, что эта система может обойти санкции и угрожать американскому финансовому доминированию. А как вы думаете, сможет ли Путин с помощью этих стран-союзниц, так называемых, разрушить санкции? Вы знаете, здесь, мне кажется, два вопроса, которые никак друг с другом не связаны. Одно – это обход санкций, а другое – это разрушение доллара как международные расчетные единицы. И вот это, мне кажется, совершенно разные вещи, которые никак… ну вот их объединить в одном у меня не получается. Потому что если говорить об обходе санкций, то их и так обходят. В чем проблема обойти санкции, когда, например, действительно санкции действуют в пределах евроатлантической цивилизации, в пределах Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Канады. Все. Здесь санкции действуют. Как только мы выходим за пределы этого перечня стран, все, там дальше начинается глобальный юг или глубинное человечество, как угодно. Это 85% людей на земле, которые про эти санкции ничего знать не хотят и поэтому прекрасно торгуют с Россией. Это Китай, это Индия, это Африка, это страны Латинской Америки и так далее. То есть на самом деле санкции в этом смысле обойти несложно. Их обходят без всякого брикса, без всяких ухищрений. Второе, это уменьшение, обрушение доллара или уменьшение роли доллара как расчетной валюты. То есть здесь я не вижу каких-то особых перспектив, особых успехов, потому что все-таки на сегодняшний момент глобальная торговля идет через расчет, через доллары. И я не думаю, что здесь что-то может произойти такое, что кардинально изменит. А вот обход санкций, да, он происходит и так. И здесь я нисколько не сомневаюсь, что Путин будет использовать площадку БРИКС для того, чтобы договариваться о тех поставках товаров, которые ему нужны. Прежде всего, это товары двойного назначения. И здесь у меня сомнений нет никаких, что Путин будет очень стараться эти переговоры вести. Ну, там, не лично он, а через своих министров, помощников, через коммерческие структуры. Так что в этом смысле я думаю, что и без БРИКСа возможности есть. Это как раз просто надо твердо зафиксировать, что санкциями Россию не разрушить. И санкциями Украина, с помощью санкций Украина не сможет противостоять России и победить в этой войне. Ну да, мы, в принципе, видим, как могут и санкциями жить такие диктаторские режимы, как Северная Корея, Иран, поэтому с Россией то же самое. Друзья, я призываю вас писать свои вопросы, будьте активны, ну и также пишите, с какой страны, с какого города вы нас смотрите. По поводу Китая. Мы уже знаем, что Си Цзиньпинь на саммит БРИКС поедет, это уже официально подтвердили. Но перед этим Си сказал, что он вообще-то не против и дружить с Соединёнными Штатами Америки. Он говорит, что Китай хочет быть другом и партнёром США, сотрудничество вместо соперничества принесёт пользу всему миру. А вот Путин накануне заявил, что у них якобы с Китаем очень доверительные отношения. Это как получается? Путин обманывает сам себя или его обманывает Си Цзиньпинь? Или что это за такие заявления, что с одной стороны они якобы очень хорошо сотрудничают, но с другой стороны Си не против дружить с США? Вы знаете, здесь мне достаточно очевидно, что это то, что называется отсутствие каких-то транзитивных отношений. То есть принцип такой, что если какие-то страны находятся в плохих отношениях друг с другом, а с третьей стороной какие-то хорошие отношения, то обязательно у третьей стороны должны испортиться отношения со всеми. Это не так. И безусловно, Китай, как просто страна с огромной экономикой, которая включена в глобальную экономику, и прежде всего является важнейшим торговым партнёром Соединённых Штатов Америки, естественно, они будут строить отношения с США, и иначе невозможно. Россия, как страна с неизмеримо меньшей экономикой, Соединённым Штатам Америки, в общем-то, неинтересна. И у России оборот Соединённых Штатов Америки очень маленький, поэтому, в принципе, Россия может себе позволить, собственно говоря, вот такие вот фортели. Но мало того, Путин на самом деле, в отличие от Китая, который всё-таки ведёт свою политику, исходя из своих экономических интересов, прежде всего экономических интересов, Путин ставит свою имперскую политику поверх экономики и действует вопреки интересам, экономическим интересам. Вот в чём принципиальная разница. Просто Путин как раз действует вопреки экономическим интересам России. Потому что, конечно, никакие экономические интересы России не предусматривали начало вот этой войны. Но это совершенно очевидно. Это как раз безумие, которое было, в ходе которого были нарушены все экономические интересы России. И закрытие европейских рынков, и отказ от технологий всей фактически евроатлантической цивилизации. Это, конечно, очень серьёзный удар и по экономике, и вообще по перспективам России. То есть, и здесь, конечно, громадная разница между политикой Путина и политикой Китая. Китай действует в своих интересах, прежде всего экономических. Несмотря на решение 20-го съезда КПК, который, ну, в общем-то, придал действительно Китаю более агрессивные черты. Китай отказался от коллективного руководства, перешёл на персоналистскую диктатуру, взял курс на милитаризацию. Но, тем не менее, он, в отличие от России, всё-таки во главу угла ставит экономические интересы. Китай не устраивает никаких военных провокаций. Китай старается действительно действовать экономическими методами. Например, так сказать, своё влияние в Африке они обеспечивают прежде всего экономическими методами, а никак не военными, как это делает Россия, заполняя африканские страны своими бандитами из частных военных компаний. То есть разница, конечно, между этими двумя диктатурами, потому что Китай тоже диктатура после 20-го съезда, безусловно, это персоналистская диктатура. Но разница огромная. То есть в одном случае мы имеем дело с агрессивной имперской политикой фашистского типа, а в другом случае, да, это персоналистская диктатура, но ставящая во главе угла всё-таки экономические интересы. Отсюда различия в подходах. Так что здесь ничего удивительного нет. Некоторые эксперты говорят, что эта поездка лидера КНР на саммит БРИКС означает, что СИ хочет получить преимущество во власти именно в своём регионе, особенно над Россией. Ну и, в принципе, мы видим, как Китай поглощает уже Российскую Федерацию. Ну и Китай хочет построить новый биполярный мир. А сможет ли это сделать лидер КНР? Ну, безусловно, в этом направлении движется. Это, безусловно, Китай пытается это сделать, но в конечном итоге не получится. Не получится по очень многим причинам. Я, естественно, сейчас не в состоянии в нашей всё-таки не очень продолжительной беседе перечислить все из них. Но одна связана с тем, что всё-таки технологическим мотором, мировым мотором остаются Соединённые Штаты Америки. Они в основном производят те технологии, от которых зависит развитие экономики. Это первое. Второе. Всё-таки мы говорим о евроатлантической цивилизации. Потому что Соединённые Штаты Америки, если считать их таким полюсом, они в том числе опираются на союз с Европой, на союз с Канадой, с Австралией, с Новой Зеландией, с Японией. То есть это действительно большой такой один полюс. Ну, можно считать Европу отдельным полюсом, но в целом это, безусловно, союз, объединённый политическим блоком НАТО, объединённый прочными экономическими связями. И это то, чего вообще близко нет у Китая. Вы можете, ну вот кроме Северной Кореи, которая является, ну просто таким террористическим прокси Китая, кроме Северной Кореи, кто ещё союзник Китая? Вы не сможете назвать ни одного союзника Китая. То есть Китай один. Это вот такая древняя цивилизация, самостоятельная, отдельная, которая плывёт сквозь тысячелетия. Иногда она, как такая вот звезда, так сказать, мерцающая, иногда она затухает, находится в кризисном положении, иногда она расцветает. То есть в истории, в несколько тысячелетней истории Китая были разные времена. Но Китай не вставал в отношениях. Его попытки сейчас оседлать БРИКС, они опять-таки не носят политического характера. Экономически да, но у Китая нет союзников, таких как у Соединённых Штатов Америки. Поэтому в целом, отвечая на ваш вопрос, я всё-таки вынужден выбрать отрицательный ответ. Нет, не получится. Вообще, на самом деле, сказки о многополярном мире, именно как о равноценных полюсах, они не срабатывают. Потому что есть военный блок НАТО, есть евроатлантическая цивилизация, которая, на самом деле, несмотря на все многочисленные разногласия и противоречия внутри неё, тем не менее, достаточно серьёзно интегрирована. Имеет институты, которые в этой цивилизации действуют, регуляторы, которые здесь действуют. Ничего альтернативного в мире нет. Ну вот, назовите хоть одну альтернативу. Есть арабский мир, мусульманский мир. Но, и он, безусловно, там есть тоже некоторое единство, которое сплочено религией. Но там нет институтов, нет какого-то военного союза, нет политического союза. Или, если есть, то эти институты, они такие пунктирные. Поэтому, ещё раз говорю, никакой сказки о многополярном мире – это, опять-таки, грёзы обитателей телевизора, обитателей российской политики. Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что саммит-брикс ещё и нужен Путину для того, чтобы представить свой план окончания войны. Путин будет делать всё, чтобы предложить миру свою формулу окончания войны, для того, чтобы его эту формулу кто-то всё-таки поддержал. Для этого ему нужен какой-то фундамент, сказал Зеленский. Но в то же время сам диктатор Путин, он назвал взвешенной китайско-бразильскую мирную инициативу и говорит о том, что это хорошая база для поиска мира. Но я напомню, что эта китайско-бразильская инициатива, она подразумевает заморозку по линии фронта, заморозку войны. То есть, по сути, Путин готов отказаться от Курской области? Ну, конечно, нет. Нет, конечно, нет. Вообще ситуация сложилась очень странная. Дело в том, что вот есть формула Победы, план Победы Зеленского, к нему по-разному относятся, кто-то его критикует. В частности, ваш покорный слуга, мы тоже общались с экспертами на нашем канале Игорь Яковенко. Я тоже высказывал некоторые сомнения в каких-то отдельных пунктах этого плана Победы. Но ведь проблема заключается в том, что никакой альтернативы реальной нет. Никто реальной альтернативы предложить не может. На Западе тоже там кто-то морщит нос, кто-то, так сказать, думает. Но ничего реально альтернативного Украине никто еще не предложил. Ну, если не считать предложение Путина, который просто, ну, на самом деле, переводя на нормальный человеческий язык, он предлагает Украине капитулировать и исчезнуть вообще. Ну, просто чтобы страны не было. Чтобы страна самоликвидировалась, покончила самоубийством. Заодно со всеми людьми, которые считают себя украинцами. Чтобы их просто не было. Ну, в этом смысл предложения Путина. Ну, вряд ли его можно рассматривать как серьезный. Что касается предложений, которые идут от Китая, от Бразилии, то эти предложения, они тоже, скажем таки, немножко умозрительные. Ну, вы совершенно точно обозначили одну из сотен уязвимых точек в этих предложениях. Давайте по линии разграничений. Это что означает? Значительная часть Курской области отходит Украине, что ли? Так, что ли? Нет, конечно. Конечно, это не так. То же самое Путин же хочет, скажем, вот эти четыре области, которые он пытается оккупировать, он хочет их в административных границах. Ну, что, всерьез кто-то считает, что Украина отведет свои войска с этих территорий, просто отдаст Запорожье и Херсон со всеми жителями, с живыми людьми, которые там живут, отдаст на съедение людоеду? Ну, нет, конечно, этого не произойдет. Поэтому все эти предложения, они умозрительные, они абсолютно нереализуемые. Поэтому единственный сейчас есть план, это план Победы Зеленского. И, конечно же, его надо обсуждать, над ним надо думать. И это единственное, что есть. Просто нет альтернативы. В этом вся проблема. Пока никто, Европа и Америка не предложили своего альтернативного плана. В этом главный вопрос. Поэтому в данном случае все остальное является некой фикцией и просто какими-то умозрениями. Но мы же прекрасно понимаем, что на самом деле повлиять на Россию может как раз именно Китай, Бразилия, то есть страны глобального юга. Но они тоже не поддерживают этот план Победы и украинскую формулу мира. Вы знаете, они не будут это делать. Им это не надо. Для них вот эта война не является сколько-нибудь... Это не их война. Эта война касается европейцев, это война касается американцев. Эта война не... То есть, ну, Китай-то он просто выступает союзником России. Давайте вещи называть своими именами. То есть, ну, прежде всего, он союзничает с Россией и по военно-технической части. Ну, правда, не предоставляет открыто вооружение. Хотя создаваемый в Китае завод по производству дронов, он, в общем-то, является действительно уже таким военно-техническим сотрудничеством. Ну, и главное, конечно, Китай через свою вот эту прокси, через Северную Корею оказывает реальную помощь России. Причем помощь огромную. Я бы сказал, помощь Северной Кореи, особенно если взять вместе с Ираном, она тут, если по единицам вооружения, по единицам боеприпасов, ракет, дронов и так далее, то она превышает, если считать просто по количествам боеприпасов, она превышает ту помощь, которую оказывает весь блок НАТО. Так что огромная помощь оказывается. А сейчас, если действительно еще и солдаты к НДР пойдут, окажутся на территории Украины, то это вообще будет, на самом деле это будет событие, которое может действительно перевести эту войну в статус, в разряд мировой. Потому что уже фактически несколько стран в ней участвуют, не две страны один на один, а несколько стран, причем с разных континентов. Так что я полагаю, что здесь, конечно, участие, в частности, участие Северной Кореи меняет картину этой войны довольно радикально. Несмотря на то, что там по количеству военнослужащих, скорее всего, будет поначалу немного, но, во-первых, это только начало, а, во-вторых, сам факт участия, это очень серьезно меняет характер этой войны. Ну вот, кстати, полковник Ходоренок, это российский пропагандист, который очень часто появляется в эфирах Соловьева, он говорит, что 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте, а международные последствия подобного шага будут крайне отрицательными. На Западе могут заговорить об изменении мирового баланса сил, так называемое СВО будет переведено в новую плоскость. Выгоды для России в этом плане крайне сомнительны. А это что, поломался Ходоренок? Он, в основном, всегда все инициативы Путина поддерживает? Вы знаете, Ходоренок — это один из нескольких бывших офицеров Генштаба России, который с самого начала выступил против войны. Просто Ходоренок некоторое время активно выступал, публиковался, говорил о том, что начало этого, это вот после вторжения, после 24 февраля. Он написал несколько статей, выступал в эфире, говоря о том, что это вторжение, это безумие, что воевать со всем Западом Россия не может, это самоубийство и так далее. Ну, просто Ходоренок, в отличие от, так сказать, от вот этих вот болтунов, которые населяют российский телевизор, он действительно более-менее профессиональный военный, он действительно долгие годы работал в Генштабе, кстати, как и его коллега генерал Ивашов, который тоже выступил с такими же заявлениями. Ну, потом просто понятно, что жить-то надо ему как-то в России, поэтому он опять вернулся, некоторое время его не было в телевизоре, потом он появился снова, ну и стал подпевать. Но при этом все-таки он, как правило, старался делать какие-то, ну, более-менее частично хотя бы профессиональные оценки. Вот. И в данном случае он делает более-менее профессиональную оценку. То есть, действительно, 12 тысяч, конечно, мало что изменит, а политически это будет очень серьезная штука. И более того, в конечном итоге это разобьет аргументы некоторых западных политиков, которые говорят, что мы же не можем посылать своих солдат в Украину. Ну, это речь идет прежде всего о вот этом вот третьем блоке формулы плана победы Зеленского. Это, ну, фактически третий блок плана победы Зеленского – это создание военных баз, западных военных баз на территории Украины. Ну, если на стороне России воюют северокорейские солдаты, то почему на стороне Украины не могут воевать какие-то формирования, пусть там частные военные компании, пусть добровольцы, но какие-то представители западных военных структур. Поэтому, да, действительно, здесь трудно возразить. Хударенок, конечно, он военный преступник, поскольку он поддерживает эту войну, но это не значит, что он не профессионал. Он довольно часто говорит разумные вещи. По поводу этих солдат КНДР, то очевидно, что они поедут умирать за Путина, но наша разведка об этом сообщает, но вот Запад до сих пор этого не видит. Говорит, у нас нет никаких доказательств, мы ничего не видим. Я надеюсь, что сегодня Остин, он как раз приехал в Киев, и покажут какие-то разведданные. А почему получается так, что союзы диктатур, они как бы эффективнее, сильнее, намного решительнее в таких вопросах, чем союзы демократии? Вы знаете, вы абсолютно правы. Дело в том, что в диктатурах очень просто принимаются решения. То есть вот есть диктатор, который обладает персоналистской властью, он принял решение, все. Ему не нужно оборачиваться на мнение населения, ему не нужно, так сказать, какие-то согласования. Ну, какие согласования нужны Путину были для того, чтобы начать эту войну? Карманный какой-то Совет Федерации, какой-то карманный, значит, вот этот вот Совет Безопасности, который он поставил по стойке Смириной перед собой, и они все стояли перед ним, тряслись, как осиновый лист, в мокрых штанах, пытаясь понять, что он от них хочет. Поэтому это совершенно другая конструкция. Путин сказал все. Ким Чен Лин сказал все. Решение принято. И никто никого не спрашивает. В демократиях гораздо все сложнее. Там люди оглядываются на общественное мнение. Есть сдержки и противовесы. Что такое демократия? Это прежде всего сдержки и противовесы, это разделение властей, это учет общественного мнения, это сменяемость власти. Сегодня ты президент, завтра против тебя проголосовали, ты уже не президент. То есть, на самом деле, конечно, в демократии гораздо сложнее принимаются решения. Этим объясняется то, что вот союз демократии, демократия это сложно, это процедура, это сложно, это в этом сила демократии, потому что это сложно устроенное общество, оно эффективнее, эффективнее с точки зрения экономики, эффективнее с точки зрения свободы, с точки зрения технологий, развития вообще человека, как вот такого думающего существа. Но с точки зрения войны, действительно, диктатура, если брать краткосрочный период, она устроена проще, поэтому эффективнее. Вот, собственно говоря, причина, она, мне кажется, на поверхности. Другой вопрос, что, несмотря на вот такие вот, на такую, как бы, такие преимущества диктатур, в диктатурах на более длительном историческом периоде диктатуры проигрывают. Мы это видели во время Второй мировой войны, когда поначалу Гитлеровский рейх имел достаточно большие преимущества. Но потом начали сказаться преимущества демократии. Демократии в конечном итоге оказались более эффективны. Да, на стороне союзников воевала еще одна диктатура, имеется в виду Советский Союз, но тем не менее решающий перелом именно был за счет участия демократических стран. Так что в конечном итоге демократии побеждают, но, к сожалению, поначалу, конечно, диктатуры имеют огромное преимущество. Мы это видим прямо сейчас. Сейчас, конечно же, многое будет зависеть от результата выборов в Соединенных Штатах Америки. Мы не знаем, кто победит, но вот интересные заявления Дональда Трампа все же продолжаются. Не знаем, чего от него ожидать. Он очень такой эксцентричный политик, но кандидат в президенты США Трамп заявил, что, будучи президентом, он якобы угрожал Путину. Сказал он об этом в интервью Wall Street Journal. Он сказал Путину, что если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо по центру, цитирую, гребаной Москвы. Но позже он сказал, что мы все-таки друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Игорь Александрович, а как вам такое заявление? Почему Трамп только сейчас об этом сказал? И можно ли ожидать подобных действий, я имею в виду ударов по Москве, если все-таки Трамп станет президентом США? Ну, вы знаете, что касается этого заявления, то поскольку никто, кроме Трампа, об этом ничего не знал до сих пор, и, так сказать, ну, знаете, можно приводить в пример, как вот американские журналисты очень любят, и не только американские, вообще международная пресса, очень любят подсчитывать после каждого выступления Трампа, сколько раз Трамп соврал. Вот, то есть, в этом смысле, они действительно с Путиным очень такие родственные души. Мы знаем, что Путин врет каждый раз, когда открывает рот, Трамп в этом смысле ему, пожалуй, не уступает. Так что я думаю, что это случай, так называемого обычного вранья. Так что поздравляем Трампа с Авраамши. Я абсолютно исключаю, что Трамп произнес в беседе с Путиным что-то подобное. Просто исключаю. Ну, просто мы видели, как они общаются, мы видели, как Трамп сидит на кончике кресла, когда с ним общается, подавшись вперед, это поза подчинения. Мы видим, что в результате всех разговоров с Путиным, Трамп, ну и вообще с диктатором. Трамп очень трепетно относится к диктаторам, и к Ким Чен Ыну, и к Путину, поэтому он, ну, скажем так, практически лебезит перед ним. Поэтому это все фантастика. Что касается реального поведения Трампа, если он будет избран президентом, здесь сторонники Трампа в основном говорят о том, что главное, что у Трампа есть, это его непредсказуемость. Вот он сейчас говорит одно, станет президентом и будет делать прямо противоположное. Может быть, но, по крайней мере, из того, что он сейчас говорит, следует, что, конечно, его главной задачей будет сдать Украину с потрохами и пытаться заставить Украину прекратить войну, полностью прекратив поставки оружия и вообще всякую помощь. Об этом он говорит прямо. И об этом говорит кандидат вице-президента Вэнс, который говорит, что это не наша война, нам надо просто выйти из нее, надо перестать поддерживать Украину. Ну, что тут можно говорить? Поэтому я думаю, что победа Трампа – это большая неприятность для Украины. Ну, вот, кстати, это заявление по поводу ударить по Москве не понравилось Российской Федерации, а именно Дмитрию Медведеву. И он сказал, что в ответ на угрозы Трампа могут ударить и по Вашингтону. Ну, то есть, что такое тоже может быть. Такой ответ от России. При этом Медведев считает, что экс-глава США не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, так как он как шелковый в диалоге, а отношения с ним довольно теплые. Ну, скажем так, это, пожалуй, наверное, единственный случай в моей практике, когда я вынужден согласиться с Медведевым. Вот, это, ну, я не знаю. И когда Медведев не соврал. Да, по-моему, да. По-моему, здесь Медведев сказал правду. Ну, собственно говоря, здесь жизнь заставляет иногда даже таких людей, как Медведев, говорить правду. Так что тут абсолютно прав. Он действительно был как шелковый в отношениях с Путиным. И действительно просто представить себе, что, ну, это какое-то детское бахвальство. Вот я ему там сказал, я там ему пригрозил, он у меня там. Вот. Ну, это все из области детского сада. Я думаю, что ничего этого не было. А что касается поведения Трампа, в случае, если он к моему глубокому сожалению одержит победу, там есть действительно элемент непредсказуемости. Но крайне маловероятно, что он попытается каким-то образом, что он будет поддерживать Украину. В общем, проблема. То есть поддержка будет, потому что есть Конгресс, который в своем абсолютном большинстве поддерживает Украину. Но я думаю, что торможение этой поддержки будет очень большое. И в этом случае не случайно сейчас Европа создает структуры, которые позволят Европе большую часть этой помощи Украине проводить через себя. Это и центры управления европейскими контингентами НАТО создается, штаб в Германии создается. Это и принятие решений о помощи Украине. То есть на самом деле, если победит Трамп, то, конечно, Украине в большей степени придется опираться на Европу. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за вашу аналитику, за этот разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Игорь Яковенко был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свои лайки, напишите обязательно комментарии, ну и подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи. До встречи.